Сюда. Во-первых, хочется сказать спасибо большое Крамтреку, лично спасибо Элитису Деновой, она нашла для меня футболку, точно по размерам. Я думаю, что лист вновь. Значит, мой доклад будет о том, как воспитывать детей и программистов. Ну и хочется начать с традиционного. Здравствуйте, меня зовут Роман Юперев, я менеджер. Я менеджер, но я менеджер, то у меня есть определенный список обязанностей, достаточно типичный для всех остальных менеджеров. Его можно изобразить в виде облака активности, бюджета, требования, планирования, мотивация, процессы и прочее, 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 прочее. Можно, значит, забить на такое отжалое представление, вспомнить про срога традиционный проект менеджмент, и упохнуть в духе, в духе, в проект проект менеджера, институтского пин-бока, про все вот эти вот тоже вещи, которыми должен заниматься, манеджер, так или иначе. Ну и, наконец, третий вариант, чтобы быть модным, можно обратиться к старой доброй и юридической мудрости. Все знают. Дядю Схакар. Кто не знает, Дядю Схакар. Кошмар. Друзья, друзья, хочется сказать, можно ли? Это Джаджа Пресс, ребята. Иска, Кодисис Дмитрий, автор кучи книг на тему менеджмента. Мастер рассказывать просто о сложном, а также мастер взять одну большую книжку, разделить ее на кучу маленьких и заработать, соответственно, больше денег. Абсолютная правда. Он оценивает деятельность менеджера, разделяя ее на четыре составляющие. Вот эта вот формула ПА, ПА, ГЕР, И. Во-первых, менеджер – это продюсер, человек, который выдает результат. Пашмар. Во-вторых, это администратор процесса, человек, который организовывает работу других, организовывает работу разработчиков. В-третьих, это интерпренер. На русский это переводится как предприниматель. Абсолютно верно. Человек, который извеет в будущее. И, по-моему, это уже больше, наверное, относится к продюсерам, но, наверное, чем он тут связан с каким-то лонг-тюром перспективой. И четвертая функция продюсер-менеджера – это интеграция. По большей части, это связано с тем, чтобы обеспечить как раз-таки коммуникацию между членами команды. В принципе, создать команду – это тоже функция менеджера. И, на самом деле, именно об этом, именно у функции «Ид». С точки зрения «Дяди Схака» я буду говорить, точнее, я буду говорить о people management. На самом деле, то, о чем я сейчас расскажу, оно также может быть применимо в поставленном одно предложении рядом со словами «Лидерства», «Кобучины» и так далее. Видите, почему? Давайте вспомним, что было еще буквально, не знаю, там, лет пять назад. Я очень часто читал о программистах такие отзывы, что это «Консильные люди», ну, что сказать, «Задухлики», не очень спортивные, аутисты. Такое выражение тяжело реально. Прочитал несколько статей и книг, которые потом предлажили было написано «Программисты – аутисты». Ну, кто вредовляет. Это было вчера. Сегодня ситуация мистического образом изменилась, потому что принято считать программистов абсолютно другими людьми. Это адекватные люди. Они, они спортивные. Приятно, у меня пол конторы ходит на титул с каждой день. Они там прокачиваются на их трицепсы, все остальное. Просто приятно посмотреть, когда программист снимает в пол. Вот. Знаешь, что, к сожалению, это пока не относится. Я не могу дооследовать, какие обстоятельства программисты приходят в комнату, начинают соревноваться в отжимании лестнику. Иначе такой лестник. Слава богу. То есть, это меняется. Вот. То есть, действительно, смотрите, ситуация меняется. В Ажаре они еще и начинают курить, в общем-то, цели продуктов, начинают процессом заниматься. То есть, вообще, сейчас такое ощущение, что программисты превратить в кого-то нового. Вы реально имеете, что программисты изменились. У меня на этот счет почти со мной не может измениться огромное количество людей по всему миру буквально за несколько лет. Скорее всего, изменилось просто восприятие. Восприятие менеджерами, программистов. Потому что Apple менеджер, он по большей части строится на такой вещи, как психология. почему не посчитать, что менеджеры изменятся. Что посчитать? Менеджеры изменятся. Не принять концерт. Да, возможно, менеджеры действуют. Ситуация какая? Обычного статьи про people-менеджеры пишут как раз менеджеры. И за счет того, что у них изменилось восприятие, теперь изменилась картина мира. Потому что программисты друг от друга очень мало пишут, к сожалению. вот они пишут код. А прокурористы по ним пишут. Так, я помню, что строительные психологии. А если мы вспоминаем слово психология, это, конечно, не вешать помню всяческих psychology celebrities. Вчера как раз был доклад, и там даже несколько примеров было вспомнено Фрейд, Юнг и еще несколько очень таких знаменитых людей. Хащенко. Кто это? Хащенко. Психологи. А теперь кто это? Ну, я останавливаюсь на Фрейде. Потому что помимо своих знаменитых теорий, дядюшка Фрейд дал миру еще одно. Еще одну вещь, точнее, еще одного человека. Он родил дочку. Дочку звали Анна Фрейд. И Анна Фрейд делала совершенно великую вещь. Она занималась детской психологией. И она эту детскую психологию взяла и двинула только того, что было Тония. Тония детская психология в основном рассматривалась как набор патологий. По сути, в основном как психотерапия. Анна Фрейд всерьез занялась изучением детской именно психологии. Спасибо ей за это большое. И она выделила несколько ключевых отличий психологии ребенка от психологии взрослого. Прошу. Первое отличие это гецентричность. Все мы знаем, что дети понимают только одну точку зрения, что мир крутится вокруг них. Мама, папа и весь остальный мир, они служат ребенку. И если мама или папа дает ребенку горькое лекарство, к нему враги. Кто-то дает ему конфетку, он ему друг и тому подобное. Второе отличие, лично мне его сложно воспринять это слабость вторичных процессов по сравнению с первичными. Говоря проще, для примера можно сказать то, что у ребенка например страхи сильнее, чем в взрослом. В взрослом состоянии в принципе в критической ситуации мыслить разумно, адекватно, у ребенка все-таки эмоции, страхи доминируют. Третье отличие очень интересное это временная ориентация. мы взрослые измеряем время в каких-то часах, минутах, секундах или привязываемся к изменениям в природе. День, ночь, зима, лето, осень. Дети ориентируются в основном на свои потребности. Он хочет есть, время тянется очень долго. Он играет, время пролетает за секунду. Это психологическая составляющая. Второе на самом деле оказалось, что и с химией все не так просто. Оказывается, у детей это вырублен вырубки допамина, гормона, который отвечает именно за внутренние части. И у детей-взрослых по-разному ближе время. Вот такой вот дисковый чаннел. И четвертое отличие сексуальной области. Понятно, что у детей она не развита поэтому есть определенные отличия. Смотрите, по факту если посмотреть на это, то ничего из этого не может никаким образом повлиять на people-management. Вот реально в ряде отличие сексуальной области они повлияют на то, как мы будем, например, работать с ребенком или работать со взрослым. Я надеюсь, прожук-манеж будет их не помнить используют. Каким детей? Кипер! Кипер! Что ж нагнуть? Да-да, спасибо! Кипер! Кипер! Публичный идея. А раз нет отличий, то может быть на самом деле воспитание ребенка и работа менеджера, people-manager, работа лидера, они не имеют таких уж больших отличий. В сети на самом классном числе абсолютно. Дети тоже люди, только еще не очень будут. В принципе, если спроектировать это на нашу область, то дети не очень опытные с точки зрения взрослого. Программисты это тоже люди, только еще неопытные. О чем речь идет? Конечно, я не говорю про их технические скиллы. Они по сравнению с менеджером обычно значительные превосходы технические скиллы. Но с точки зрения проекта с точки зрения продукта, с точки зрения процесса зачастую менеджеру есть чему научить программистам. Есть, что им передать. Есть превосходство опыта. Сейчас я говорю небольшой историей. Лирическое вступление будет? Дело было холодным осенним утром. Вот такие вот. Вот из зимнего утра что нашел в угле? В это время Питер реально похож на фильмы Родиниса про зомби. Когда очень-очень много взрослых зомби ведут маленьких зомби. детские садики. Кто-то ведет одного, кто-то двух, самые неосторожные трех. На зиму зомби заменяются на космонавтов, костюмов, которые могут выдержать абсолютно ноль. Все садики переводятся к дуу. Дети должны знать государственное дошкольное образовательное учреждение. Я информирую садик, который ходит мой сын. Я вроде такого самого зомби шагал холодным осенним мудром, как я уже выражился, со своим сценом. Я тащил его в разделаку, раздел отправил группу и что-то так затупил, открыл спам был выложен воспитателем для родителей. И реально у меня произошел взрыв мозга. Ситуация, как будто мне клизму из кофе сделали. Потому что я видел заголовок «Здесь заповедили родителей». И я офигел, потому что детский психолог взял 10 рекомендаций для любого менеджера. То есть я понимаю, что, конечно, краизаута, когда ты приходишь в садик и начинаешь там наказать руководство менеджера. Но по факту может быть это действительно применимо. И поэтому в следующий раз когда здесь запомните мистический портал знаний. Наверняка в садике как у ваших детей тоже лежат какие-нибудь совершенно нетеревные продукты, которые наверняка можно применить менеджеры. Черт, я украл этот результат. Я подтверждаю, у меня тут мнение. Совершенно другие артефакты. Я тащил артефакты с садика моей дочки. Где реально там «Off-Rising Circles». Все те концепты, о которых мы говорим о взрослом менеджернице ситуации итак давайте посмотрим на эти 10 заповедей. Заповедь номер один. Понятно, что это все именно в оригинальном исполнении сегодняшних. Никогда не занимайтесь воспитанием в плохом настроении. Речь идет о том о эмоциональной атмосфере в семье например. О том, что не надо ребенка кричать, ему в принципе всегда быть хорошим конструктивным. Понятное дело, что то же самое абсолютно просеркнулся на команду. Команду, в которой менеджер соответственно всех гномер, у них есть такие команды и иногда это называют авторитарным стилем управления. И вот. Но существует там ничего хорошего не происходит. Тогда будет номер два. Смотрите, ясно определите, чего вы хотите от ребенка и объясните ему это. А также узнайте, что он думает по этому поводу. Можно разорвать на две части. Первая часть Яна определите, чего вы хотите от ребенка. Ну, можно дополнить по-моджерски, а лучше по-смарку поставьте ему задачу. В принципе, это отчетка постановки задач. То, что нужно не только people на же нужно вообще во многих ситуациях. И вторая часть рекомендации это по поводу того, что узнайте, что он думает по этому поводу. Потому это очень важно, когда вы начинаете работать например, с командой предполагания. Некоторые менеджеры и я сам иногда грешил тем, что пытаемся реально подменить свои цели, цели команды или цели разработчика своими целями или целями компании. Понятное дело, что правильный путь в этой ситуации это интегрировать их друг с другом. Потому что и у ребенка свой путь в жизни, он не повторит вашу судьбу. И у ваших разработчиков то же самое. У них абсолютно свой путь в жизни, и они могут в соответствии со своими целями двигаться гораздо лучше, если вы попытаетесь его навязать свои. Следующее, заповедь, третье. Предоставьте самостоятельность то, с чего начинается делегирование. В общем-то, нечем говорить, потому что если вы не даете никаких новых функций, новых зон ответственности разработчикам, они никогда не растут. То же самое с детьми. Если вы не позволяете играть с огнем, с инструментами, с чем еще? С электричеством. Да, с электричеством, то они у вас будут медленно расти. Кстати, реально, есть такая конференция TED, знаете? Ну, там вот тоже в эти толки. Наверняка многие из вас тоже видели оттуда доклад одного человека 5 опасных вещей, которые должны разрушить ребенку. Кто видел? Видел? Супер. Все остальные не видели. Этот доклад делал совершенно потрясающий дядька, который занимается работой с детьми. У него что-то вроде такого, значит, мини-пионерского лагеря, к нему приходят дети, и он позволяет им всем реально работать с опасными инструментами, работать с электрическими инструментами. он позволяет им гладить автомобиль, позволяет им работать с огнем, сжигать костер и так далее. Понятное дело, что он сам при этом старается тщательнейшим образом их страховать. Какой возраст примерно? Очень маленький. Полтора года? Нет, понятное дело, что когда у ребенка достаточно развитая координация для того, чтобы делать такие речи. Понятное дело, что если ты у ребенку и по его словам это абсолютно потрясающие результаты. Дети просто во-первых они цветут и бахнут, потому что их прет такое. Слушайте, мне в пять лет уговоритель кружка, в котором разрешил поработать на станке по металлу. Я до сих пор благодарю этого дятеля. Потому что во-первых никто из моих друзей не мог похвастаться этой вещью. А во-вторых это очень здорово помогло мне в принципе как бы это лично двигаться в жизни. Когда тебе позволяют делать такие вещи, когда тебе доверяют ту самую самостоятельность. Чем раньше, тем лучше. Естественно при этом оказывают поддержку. Следующее. Не подсказывайте готового решения, покажите пути к нему, время времени разбирайтесь ребенка в ее правильные или ложные пути к цели. Господа, проблемно-ориентированное управление. Мы не ставим задачи программистам, мы предлагаем им проблемы. И можем помогаем им найти решение. но не делаем это за них. Тоже классическая ошибка менеджмента, из-за которой их программисты, к сожалению, никогда не вырастут. Если они ставят задачу вместо проблем, если они предлагают этого решения, ну и к родителям это тоже относится. И очень важно этой ситуации хвалить, реально хвалить и программистов, и детей, потому что в ситуации, когда мы отвечаем только недостатки, соответственно, у ребенка и программисты вот этим возраст ребенок просто. Это одно и то же мы вам докладим. У ребенка появляется ощущение, что он всегда не прав. Чем больше мы хвалим, ну, понятно, то, что это реально хорошие вещи. Удача похвалить, ну, а неудача, соответственно, нужно достаточно оперативно и, в принципе, немедленно отреагировать на это соответствующим воздействием. Потому что я сам нередко сталкивался ситуацией, когда тут смотришь, как человек косячит, косячит, а потом на ежемесячных встречах говоришь, слушай, ты косячил очень много. Типичная вопрос в этой ситуации. А когда? Я что-то не помню. Вот. Ну, или, я не знаю, то же самое можно на животных перевести, потому что кошмар детей уже, животных докатился. Но они не будут сравнивать программистов. Я знаю слова. Тестировщика с обезьянками здесь сравнили, вы знаете, что с собаками нельзя наказывать собаку за ее проступок, а на следующий день что-то такое, она не поймет, за что ее наказали. То есть, если там на дискланды ковернулся, тут же ее показать, что она не права. В противной ситуации это не будет эффективно. То же самое касается негативной обратной связи в ситуации каких-то косяков. Это должно быть сделано достаточно оперативно. При этом очень важно оценить действия, а не личность. Не сказать «ты плохой программист», а сказать, например, «ты написал плохую программу». Я хочу чуть-чуть болеть, чем он. Я боюсь, что разница не очень большая, но теоретически в этой ситуации нет такого фокуса. А ты плохой. ты плохой, ты должен защищаться. А если ты сделал что-то не очень хорошо, то можно работать с проблемой. То же самое касается детей. Да, это как он из фильма «Сияние». Да, правильно. Это из фильма «Сияние». Значит, Джек Николсон великий актер. Черт, я. Я знаю, что он это делает у меня за спирной. Достаточно тяжело в этой ситуации. Смотрите, о чем это забыть. Прикоснитесь к ребенку тем самым, дайте почувствовать, что сочувствуете ему. Понятное дело, что не надо заниматься со своими программистами, но речь идет именно о сопереживании. То есть, есть проблема, есть какой-то косяк, но покажите, что вам не безразлично, что это произошло. Не с точки зрения того, что, блин, как это значит, не программисты заваривают проект, а с точки зрения того, что вы собереживаете человеку, что он допустил ошибку. Подобный уровень эмпатии, он тоже очень здорово помогает прижаться с людьми в своей команде. Ну, поэтапное воспитание речь идет о том, что не надо пытаться попаривать квантовую физику детям и вполне наивно будет создавать новичкам сразу сложные задачи, а потом соответственно ругать их за то, что они запреливаются. У меня в команде была ситуация, когда мы предложили заранее не очень подготовленному человеку, мы знали, что до этого занимался в основном автоматизированном тестировании. Мы предложили им создать разрабатывать дизайн, а потом соответственно научили начать сказали, ай-ай-ай, ты запрелил свою задачу, ты плохой, это в принципе было очень хорошо, в таком старе больше никогда не повторяю. Воспитание, обучение, движение вперед должно быть поэтапно, нужно четко понимать, когда нужно поднять план, нужно не забывать ее поднимать, но очень четко следить за тем, насколько мы ее поднимаем, чтобы это было достижимо. И наконец, 10-е, заповедь, воспитатель должен быть строгим, но добрым, речь идет о своевременности, нет на самом деле никаких стилей менеджмента или моделей воспитания, нету авторитарного и либерального, есть просто адекватная реакция в определенной ситуации, есть косяк, нужно дать негативно-обратную связь, есть успех, нужно дать положительную связь. Окей, что теперь со всем этим делал? Видите, нашел еще одну цитату в интернете, вообще, перед этим нашел еще одну цитату в интернете, цитату следующее, основная проблема цитата в интернете в том, что все сразу же начинают верить в их пользность Владимира Ильича Ленина. А вот все, для цитата, я не знаю, но вот это прямо в том штуке. Окей, что теперь делать теоретически со всем этим блоком из 10 заповедей, мистических, о которых я вам рассказал. Ну, конечно же, имеет смысл применять дома. Родители, я вас призываю, вот так и только так, не надо шлепать своих детей. Любите их, воспитывайте их в соответствии с этими 10-ти забываниями. Ну и, во-вторых, конечно, нужно применять на работе. А написано, только таким способом можно и приют настоящие мистические ценности. Понятное дело, что это шуточная картинка, в работе должно происходить... Нет, нет. Ну, вообще, я не знаю, что должно происходить, но что-то хорошее. Но при этом очень важно помнить, что на самом деле вашей команде и вашим детям нужен именно учитель, нужен наставник, а не нянька. потому что основная проблема няньки и анастасии дураку, в том, что рано или поздно няньки сядут на шаре. Если вы будете за программистами ходить и спасать их во всем, Сергей никто сегодня сказал, что скромвайстер, что менеджер, он не должен быть мамой команды, он не должен решать в нее ее проблемы, он должен им помогать в этом в разумной мере, но ни в коем случае не делается, не устраняется их пути абсолютно все препятствия, они тоже должны сами многое делать, потому что самая главная проблема няньки, нянька развращает команду, так же, как Анастасия Завородневка развращает наших телезрителей. Все, спасибо. Еще одна маленькая часть, если у вас есть вопросы, то за вопросы я буду дарить призы. Я, как некоторые знают, я сходил в Ашан и то, что там купил, потом с этим кое-чем кое-что сделал. Я такое что-то многое не делал, поэтому это получилось посмотрение. Задавайте первый вопрос и узнаете, какие будут призывы. Это считрство, не считается. Слушайте, есть, о, там. Как выстроить атмосферу доверия в команде и уважение, если ее нет? Какие шаги будут? Бил. 20 приемных детей. Приемных детей. Вообще, мне кажется, что те вот эти самые мистические заповеди, начиная с первых, они как раз-таки и направлены на создание атмосферы доверия. Да, но они хорошо работают, когда ситуация как бы в норме или ее никто не трогал, а когда ситуацию трогали и там все плохо, что делать? Как бы рулили дискризис? Давайте попробуем подумать теоретически. Ну вот, например, ваша дочка выросла. В какой-то момент вы узнаете, что она курит. Классическая машина. Или не выросла и курит? Да, не выросла и курит. Что делать? Слушайте, слава богу, моей дочке только 4. И она, я уверен, еще не курит. Можно еще такой вопрос? Дело в том, что когда мы воспитываем детей, у детей появляется привязанность к родителям. И эта привязанность неизбежно появляется благодаря тому, что мы их постоянно воспитываем, постоянно с ними работаем. Эта привязанность очень хороша в отношении к детям. Но что происходит, когда эта привязанность появляется в отношении к менеджеру? То есть менеджер может идти на такое правильное, родители вас вряд ли заберут. И что делать в команде с таким чувством привязанности? Не знаете ли она одиноко, растерянный и не понимающий, что ей делать? Вообще, чаще всего, когда я сталкиваюсь с ситуациями, что есть менеджер, на которого замкнута команда, обычно, когда они вместе, они действительно одевают всех. И там ключевой точкой является менеджер. Ну, я не знаю, или в принципе, не менеджер, лидер, по сути, да? Вот, как Стив Джордж в Эппле. То есть, вот не дай его, у него все-таки неудачно прошла операция, вот, всем понятно, что это будет очень плохо. Вот. Но пока он есть, все настолько зафигенский, что я считаю, что этот матер стоит того. То есть, наверное, не так плохо, когда все смотрят на менеджера, как на рулевого. Потому что, в противном случае, наоборот, мне кажется, эта система будет более надежная. Но она, на мой взгляд, не достигнет такой эффективности, когда есть четко лидер, который ведет всех за собой. Можно того, что, что, это как влияло, что, когда разъяснился, что у всех приятно, такая выделяющая выделяющая, 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 нормально. Но команда это все-таки не совсем то. Как раз... Почему? Мы постоянно столкнулись с ситуациями, что очень часто, когда сильный лидер уходит в другую компанию, за ним лучше перебегает его команду. Нет, но... Он очень наоборот приятно сейчас управляет. такой хороший, он будет сам запросы. Ну, в пятой, это будет петя, который чаще давал им запросы, или в первом, чем учил вас сегодня. Может, так произойдет. Сейчас, погодите, я должен посчитать, у меня ответы еще встать. Может, вопрос уже нельзя дать. как я говорил, я давно этого не делал. Поэтому они получают немножко кривенькие. Первое, у него типичный хвост. Второе, может попасться еще более длинным хвостом. третий очень короткий ножки, почти уши, тоже длинный хвост. Не знаю, но хвосты у меня очень хорошо получаются. И все. Клозовый, клозовый. Вот. А еще вопрос был, да? Есть. Там можно? А еще есть вопрос. Можно я без признасов? А еще вопрос. Вот. Без признасов тогда. Вот у детей есть возраст, который. У детей есть возраст, когда, после которого их воспитывать уже не получится. Если у команды такое возраст. Они уже на сколько закостеневают. Долго работают вместе. Вот подобные подходы, добренькие, без наказания, уже не получится использовать. Согласитесь, по-моему, отряд вообще напрашивается. Если команду достаточно долго вращали и вытягиваете из этого будет кеморознейше. Вот. И проще, скорее всего, будет в такой ситуации собирать новую команду просто этих расформировать какую-нибудь часть, которую потеряла знак. Иногда ребенка проще пристрелить? Родить нового. А со старым что? Со старым можно не отмывать. Или просто так собрать. Да, я там просто так собачу. Вот ребенок так или иначе ни за что у них не будет в дом как больше не будет. Что же не зряет какая-то с чем она? Ну, кстати, на самом деле, именно в этом заключается достаточно одно из различий, которое действительно отличается. Потому что в ребенка мы верим бесконечно. Мы никогда не скажем, что ребенок безнадежен, все, мы с ним ничего не сделаем. И вот это сопереживание Джека Николса, оно для настоящих родителей будет раз за разом, независимо от того, сколько ребенок косячат. Поверное дело, что в ситуации с разработчиком такая ситуация с чисткой которой он не черпается. Поэтому тут как раз-таки есть различия. есть какой-то? Есть какой-то? он летал и всем всем не всем не так говорят что значит они мы сделали как это написано у нас все значит поросло ну типа ребята я это написал просто для inspiration а это для вдохновения вы что когда к нему приходят люди и говоря слушай мы тут написали вот это был пример отличный мы сделали так же у нас реально все запрещено что вы делаете мы делаем софта встроенный софт для бортовых систем смотрят ребята лайф критикал тогда у меня был из игровой индустрии они игра делают почему не будут если я сейчас там ответ на этот вопрос это реальный привет а опыт и есть такое пони нет что общие критерии когда они учитывая что это пишет в интернете потом этот человек это увидят я лучше расскажу это отдельно потом все эти сотни людей увидят это в данном примере я в такой веках да а есть менеджеры и команды они как бы живут между собой а весь внешний мир на программистов на детей не выносится но в реальности что так там может она есть который тоже пришел в команде может человек стоящий выше приходит в команде а вот он как же вот он может разрушить правила всех доверия и его не задумать команде нет ну вы знаете вот к нему больше приходит он лучше друг начинает воспитывать твоих детей в общем то есть если в компании в принципе должен быть человек который отвечает за команду который ее закрывает это может быть и скрома в ситуации скрома это может быть проект манеджеры если это какой-то другой процесс есть должен быть человек который способен защитить его от каких-то каких-то так же они скажут в программистов время дети и ничего проблем с развитием нет ну скажите кто из вас внутри себя чувствует себя сейчас это ребенок хоть немножко нет нет программистов по большей части срочки они через какое-то время становятся видами потом серверами я потом архитекторами подается не так много программистов которые программируют десятых шестьдесят вот до сих пор вот еще одну чипс тогда ну по большей части все-таки люди двигаются вперед и так или иначе переходит на следующий уровень даже если фактически остаются все теми же все теми же программистами все равно какой-то а скейл происходит постоянно и потом все равно надо воспитывать новым качеством ну да все равно а а а а а а